Красный день календаря, так и не иначе о нём говорят в народе. 7 ноября – день Октябрьской революции. События 1917-го стали одними из самых значительных в 20 веке и коренным образом повлияли на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, образование и отдых. Это испахально историческое событие. Республика Белусь пошла в состав Советского Союза, а впоследствии стала независимым государством. Поэтому это праздник как исторический и праздник, который нужно отмечать. Тем более, этот праздник в Советском Союзе имел свои традиции. Спустя 106 лет о событии такого масштаба знают, помнят и чтят. Бобруйск по традиции это утро встречает на площади Ленина. Цветы к памятнику вождя мирового пролетариата несут представители Коммунистической партии, исполнительной власти и общественности. Для людей нашего поколения это можно считать основной праздник. Мы выросли под этим флагом, мы выросли под эти песни, мы выросли под этот праздник. Это наш, воистину, народный праздник. Замечательный, светлый, торжественный. Это олицетворение нашей юности, нашей молодости, потому что у нас одна родина СССР. И я благодарна нашему президенту за то, что он сохранил этот праздник для нас, для последующих поколений, потому что историю забывать нельзя. Это замечательный праздник, который пришёл к нам из истории. Этот праздник действительно дал народу всего бывшего Советского Союза право на свободу, равенство и братство. И ещё самое главное, из вот этой истории этот праздник всегда отмечался в каждой семье. Из года в год передаётся добрая традиция открывать в этот день значимые социальные объекты. В торжественной обстановке красную ленту перерезают в микрорайоне Киселевичи. Новую дорогу первыми оценивают дети. Улицу называют в честь генерал-лейтенанта танковых войск, героя Советского Союза Михаила Панова. Его подразделение принимало участие в освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков. День 7 ноября оторвали вместе с папой красный лист календаря. На этом сюрпризы не заканчиваются. На бульваре Молодёжном в подарок маленьким непоседам детская спортивная игровая площадка. 1700 квадратных метров с безопасным покрытием и множеством современного оборудования. Тренажёры, качели, лесенки, горка становятся местом притяжения для ребят со всего микрорайона. Я с моей сестрой буду всегда сюда приходить. Можно рядом с домом ходить гулять. А детям здесь будет интересно. Ворота хорошие, поле удобное. Здоровье прежде всего. И сколько здесь деток. И эта площадка будет у нас востребована. Мы открывали улицу Наума в мае месяц. Действительно, это транспортная антерия стала для этого микрорайона. До конца этого года ожидается ещё одно значимое событие. В Киселевичах вновь зазвучит звонкий смех. Откроется детский сад на 240 мест.